Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Сегодня я хочу поговорить о том, что в ближайшее время может произойти с Соланой. Солана может повторить путь Терра Луна, и нас вполне может ожидать впоследствии создания какой-либо Солана Классик. Но на самом деле сегодня существует кое-что, что угрожает не только цене Соланы, но и будущему этой криптовалюты. А все началось 6 ноября. И я правда хотел тогда записать видео о ситуации с FTX и чем она угрожает рынку, но был в длительном перелете, поэтому просто-напросто не успел, да и сил не было. Но давай напомню, генеральный директор Binance написал, в прошлом году биржа Binance получила токенов BUSD и FTT на сумму более 2 миллиардов долларов. В связи с недавними событиями, то есть с признанием FTX своей неплатежеспособности, мы решили продать все токены FTT, которые у нас есть. Далее он добавил, мы попытаемся сделать это так, чтобы последствия для рынка были минимальными. В связи с рыночными условиями и ограниченной ликвидностью, мы ожидаем, что это займет несколько месяцев. Также директор Binance оправдывался. Binance всегда поощряет сотрудничество между игроками отрасли. Что касается любых предположений о том, является ли это действиями против конкурента FTX, то это не так. Наша индустрия находится в зачаточном состоянии, и каждый раз, когда проект публично терпит неудачу, это вредит каждому пользователю и каждой платформе. После этого мы увидели нечто интересное, а именно резкий скачок баланса токенов FTT на биржах. Что это значило? Это обозначило желание огромного количества людей продать свои токены биржи FTX. В результате мы видим прямо сейчас крах токена биржи FTX на 75% за сегодня. Это, конечно же, потянуло за собой весь остальной криптовалютный рынок, в том числе и биткоин, который падал до 17,5 тысяч долларов. Кстати, интересно, что именно эту цифру я однажды называл дном биткоина, и почему-то он отскочил именно от нее. Многие зададут вопрос, а при чем тут Solana? Проблема в том, что криптовалютная биржа FTX тесно связана с компанией Alameda Capital. И если мы посмотрим на балансы Alameda, то увидим, что она держит монеты Solana на общую сумму более чем 1,2 миллиарда долларов. Рыночная капитализация Solana при этом на данный момент около 11 миллиардов долларов, то есть 10% Solana держит единственная криптовалютная компания, которая вот-вот станет банкротом. То есть криптовалютная торговая фирма Alameda Research может стать неплатежеспособной. И чтобы не стать банкротом, компания вполне может продавать свои активы, в том числе и Solana. Это вполне возможно, потому что криптовалютная биржа FTX также фактически неплатежеспособна. И что делает ее генеральный директор? Правильно. Он распродает активы биржи, например, Solana. Сегодня я нашел также интересную информацию. На протяжении следующих 24 часов нас ожидает анлок монет Solana на сумму в 1 миллиард долларов. Чтобы ты понимал масштабы, это 13% всех существующих монет Solana. Также это вторая по величине сумма разлоченных токенов Solana, которую валидаторы больше не будут стейкать. Когда токены Solana залочены в стейкинге, их можно вычесть из циркуляции, потому что ни продать, ни купить их невозможно. Но вот когда они разлочены, вот тогда-то их продавать очень даже возможно. Поэтому если инвесторы, увидев распродажи Solana от FTX и Alameda запаникуют, то мы можем увидеть целую волну распродаж, которая может в свою очередь привести к серии ликвидации кредитных позиций на рынке. А это большой такой порыв вниз. Это может привести Solana к тому, что она повторит судьбу Terra Luna. Я не хочу тебя напугать, но хочу, чтобы ты знал о такой вероятности. Это очень важная информация в свете крайних событий, связанных с FTX. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Надеюсь, видео было полезным. И если это так, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал, если ты тут впервые. Здесь мы регулярно говорим о самых важных событиях из мира криптовалюты. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok